Будем ли мы воевать с турками? Ещё недавно эта угроза выглядела более чем реальной. Поводом для противостояния Москвы и Анкары стал инцидент с нашим бомбардировщиком, сбитым турецким истребителем над территорией Сирии. Организаторы нападения явно рассчитывали столкнуть между собой Путина и Эрдогана. А когда в ответ на жёсткую реакцию Кремля президент Турции хоть и с опозданием, но всё-таки принёс извинения за гибель нашего лётчика, в Анкаре произошла попытка военного переворота. По странному совпадению среди его зачинщиков оказались те, кто год назад участвовал в нападении на российский бомбардировщик. Давайте разберёмся, откуда тянутся нити заговора и кому было выгодно развязать войну между Турцией и Россией. Смотрите в спецпроекте «Секретные папки». Чьими руками совершаются государственные перевороты? Кто создаёт секретные армии террористов? Что связывает боевиков из «Серых волков», Центральное разведывательное управление США и нацистские регионы СС? Турцией и нацистские регионы СС-24 Турцией и нацистские регионы СС-24 Эти кадры обошли весь мир. Российский бомбардировщик Су-24, атакованный турецким истребителем, огненным факелом устремляется к земле. Отчётливо слышно, как щёлкают затворы фотокамер. Уже через несколько часов агентство «Рейтер» распространило интервью с теми, кто убил нашего лётчика, катапультировавшегося на парашюте. Как могли журналисты так оперативно оказаться в эпицентре события? Всё говорило о том, что атака на наш самолёт была тщательно спланирована. Причём отнюдь не турецкими генералами. Рука чувствуется чужая. То, что это была засада, это, в общем-то, вышли все на это, потому что самолёт вёлся из трёх точек. Первый – Авакс в Средиземном море, Авакс второй – Саудовская Аравия, там у них постоянное дежурство, идёт Персидский залив и наземная станция «Петриот» на территории Турции. Ну, конечно, ведение с трёх точек – это абсолютная точность, шансов никаких. Главная роль в продолжении воздушной драмы «На земле» отводилась этому человеку. Не скрывая своего имени, он хвастался, что расстрелял русского пилота ещё в воздухе. Альпаслан! Альпаслан! Поясничая перед камерой, Альпаслан Чилик сложил из пальцев фигуру, похожую на козу фанатов тяжёлого рока. Это «Волчья морда» – символ турецкой неофашистской организации «Боскуртлар» – «Серые волки». Группировки боевиков, за которой тянется шлейф громких террористических актов. Покушение на Папу Римского. В 80-е годы практически была устроена малая гражданская война в самой Турции. Справедливости ради надо сказать, что в Турции на те времена действовали не только «Серые волки», были и другие такие радикальные организации, но «Серые волки» были из тех, кто себя проявил наиболее жестокостью. «Серые волки» в современной Турции официально запрещены. Это боевое крыло партии национального действия, которое находится в оппозиции к турецкому президенту, приверженству исламских ценностей. Кому же служит эта секретная гвардия, которая за пределами страны воюет за идеи Великого Турана? Объединение всех туркоязычных народов под одним флагом. По чьей воле «Серые волки» отправляются на Украину для участия в энергетической блокаде Крыма? Или на Донбасс – помогать украинской армии воевать с ополченцами ДНР? Кто отправляет их в Сирию защищать нефтяные вышки исламского государства? Ответ лежит на поверхности. Турецким спецслужбам необходимы такие организации для проведения щекотливых операций, которые даже они не могут осуществить собственными силами. В этом отношении, так же, как исламское государство до определенного момента было очень удобным инструментом реализации внешней политики Соединенных Штатов в регионе, потому что исламское государство в 2006 году было создано как проект Соединенных Штатов по непосредственным кураторствам советников Центрального разведывательного управления. То же самое можно сказать о связи, которая существует между «Серыми волками» и турецкими спецслужбами. Пока официальная Анкара участвует в международной антиигеловской коалиции, структуры, подконтрольные турецким спецслужбам, финансирует террористов, покупая у них контрабандную нефть. В прошлом году двое журналистов оппозиционной газеты «Республика» были арестованы за статью, разоблачавшую турецкую разведку в поставках оружия боевикам исламского государства. Соразмещенные на сайте издания кадры досмотра грузовиков главному редактору газеты дали пять лет тюймы по статье «шпионаж». В ящиках – снаряды и мины крупного калибра. Колонны с так называемым «гуманитарным грузом» регулярно шли в Сирию в сопровождении «Серых волков», чья эмблема стоит на каждой коробке. А вот и наш знакомый Альпаслан Челик, который рассказывает, что привез гуманитарную помощь братьям-туркоманам, пострадавшим от режима Асада. Но теперь-то мы знаем, чем на самом деле он занимался в Сирии. «Серые волки» всегда и до Эртогана, и даже после прихода Эртогана всегда выполняли роль некой такой силы, которая может оказаться, навербовать несколько сотен человек, оказаться то ли в зоне Карабахского конфликта, то ли на Северном Кавказе. И, конечно, спецслужбы их курировали и использовали по полной программе. Так что же представляют собой «серые волки»? Чем они отличаются от других террористических организаций, включая Аль-Каиду, Джабхат-Ан-Нусра и Таиш, в порождении которых участвовала ЦРУ. Это праворадикальная прафашистская организация, провозгласившая своей целью объединение тюркских народов в новую Османскую империю. На карте, которую можно купить в любой книжной лавке Стамбула, территория этой империи простирается от Балкан до Тихого океана. Россию и русских там искать бесполезно. Не случайно создатель серых волков Аль-Парслан Тюркеш считал своим духовным учителем Гитлера, для которого славянские народы были мусором. Точно так же Тюркеш считал мусором всех, кому не повезло родиться туркам, и создал послевоенной партию, очень похожую на ту, которая правила в нацистской Германии. Серые волки, по сути, это были штурмовики. Они выполняли различные поручения. В основном это касалось борьбы с национальными меньшинствами, с коммунистами, с левыми, ну и другими, которые были не согласны с проводимым правительством курсом. Серые волки использовались и турецкими спецслужбами в тех мероприятиях, в которых, ну, как бы не хотелось, чтобы была видна роль государства. В конце 40-х годов американская разведка, всерьез опасаясь оккупации Европы советскими войсками, приступает к созданию международной подпольной вооруженной организации. Ее штаб находился в Анкаре, а щупальца растянулись по всему миру. Эксперты считают, что именно тогда и появились серые волки. Это кажется невероятным, но костяк будущей секретной армии НАТО составили кадры национальных дивизий СС Третьего Рейха – несколько тысяч человек. Каким образом они оказались в Турции? Кто помог им избежать суда за военные преступления? Чуть позже мы ответим на эти вопросы. А сейчас давайте разберемся, на чью разведку работал турецкий полковник Аль-Парслан Тюркеш. Аль-Парслан Тюркеш был направлен в Вашингтон для работы и, по сути, для налаживания взаимодействия. Поскольку США помогало в создании турецких спецслужб. Они были соратниками по работе, вместе делали одно дело. «Серые волки» стали частью международной вооруженной сети, в состав которой входили и другие подпольные организации. Кем и для чего они были созданы, станет известно, только когда рухнет Советский Союз. Автоматически перестанет действовать Варшавский договор, объединявший страны социалистического лагеря противовес НАТО. За время существования этого блока Европу сотрясали громкие теракты, за что западные СМИ обвиняли коммунистов и советские спецслужбы. Никто тогда не понимал, что это был террор под чужим флагом, и КГБ не имело отношения к взрывам, захватам заложников и покушениям на политиков. Это была тайная операция ЦРУ, растянутая на десятки лет и направленная против СССР. Она имела кодовое название «Гладио» по-итальянски «меч». Именно там, в Италии, были созданы из фашистов первые подпольные отряды. Еще не закончилась война, а по всей западной зоне оккупации американская разведка вербовала среди пленных будущих террористов. Многие итальянские фашисты вспоминали, что их выпускали сразу после сдачи в плен, если они подписывали заявление о вступлении в антикоммунистическую дружину. Для будущих партизан в горах создавали систему тренировочных баз и тайников для хранения оружия и боеприпасов. И эта тактика, как мы увидим дальше, за годы нисколько не изменилась. Операция «Гладио» родилась в конце 60-х годов, когда в Европе действительно запахло жареным. Поднялась, так скажем, левая часть населения тех или иных государств, в первую очередь входящих в блок НАТО. А не поможет ли в определенный момент это население для осуществления каких-либо операций со стороны Советского Союза? Не ведет ли в Советский Союз те или иные государства свои воинские контингенты? Смотрите далее. Чем закончилась тайная операция ЦРУ «Гладио»? Турция во время Второй мировой войны? Нейтралитет или двойные стандарты? Чем снабжали Третий рейх турецкие спецслужбы? Что связывает террористов из Серых Волков, ЦРУ и нацистские дивизии СС? Тайная операция ЦРУ будет разоблачена только в 90-м году. Итальянский пример Джулио Андриотти, посчитавший холодную войну законченной, передаст парламенту сведения о всех руководителях «Гладио» и списке сотен рядовых участников антикоммунистического подполья. Евросоюз обяжет своих членов провести расследование о деятельности сети, но многие страны не смогут на это решиться. В 2004 году швейцарский историк Даниэль Гансер в своей книге «Секретные армии НАТО» представит десятки свидетельств существования террористических организаций, которые финансируются и управляются ЦРУ. Факты окажутся настолько шокирующими, что многие откажутся им верить. О тесных связях турецких спецслужб с ЦРУ заявил бывший заместитель директора Национальной разведывательной организации Турции Сабахатин Савасман, арестованный турецкими же властями, якобы за шпионаж в пользу США. Обвинение это Савасман высмеял прямо в зале суда. Все техническое оборудование, которое мы использовали, было предоставлено ЦРУ. Большая часть нашего персонала проходила подготовку в ЦРУ за рубежом. Штаб-квартира турецкой разведки была построена ЦРУ. Расходы на операции внутри Турции и за ее пределами оплачивались ЦРУ. Так что неудивительно, что главное разведывательное ведомство США использовало и будет еще использовать серых волков вместе с радикальными исламистами для дестабилизации мира не только в Европе и Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии, на Кавказе и в Крыму. В последствии ЦРУ расширило эту самую операцию на Турецкую республику, потому что Турецкая республика имела и сухопутные, и морские границы с Советским Союзом. Двойные стандарты в отношениях с Россией – политическая традиция Анкары. Во время Второй мировой войны Турция официально сохраняла нейтралитет, а на деле снабжала Третий Рейх, развит информации и поставляла в Германию крайне дефицитный стратегический материал – хром. Турецкий генштаб даже разработал план нападения на СССР через иранское плоскогорье. Собранные на советской границе 26 дивизий должны были перейти в наступление после падения Сталинграда. Но план турецких генералов не сработал. Сталинград выстоял. После этого антисоветская политика Турции резко пошла на спад. В Анкаре стали понимать, кто выйдет победителем. Однако после капитуляции Берлина в Турции нашли убежище тысячи солдат и офицеров из мусульманских легионов вермахта, уроженцы Средней Азии и Кавказа, добровольно перешедшие на сторону немцев. Турция забрала от 3,5 до 5 тысяч бывших легионеров. Они были вывезены в Турцию, получили турецкое гражданство. Советская сторона неоднократно обращалась к Турции с просьбами выдать этих людей. Но в большинстве своем получала отказ. Коллаборационисты в туркестанском регионе были воспитаны в духе ненависти к советскому строю и к русскому языку. В их мозг, как в ячейку памяти, немецкие пропагандисты навечно вшили идеологию пан-тюркизма, объединение всех тюркских народов в одно государство под турецким флагом. По сути, это был готовый строительный материал для создания националистической партии, чему воспользовался Алпарслан Тюркеш и его кураторы из ЦРУ. Одним из них был кадровый офицер вермахта, а затем и ЦРУ Рузи Назар, узбек-выходец из Ферганской долины. Это бывший советский военнопленный, который попал в плен. Затем в лагере для военных пленных он вступил в Туркестанский легион. Там он проявил себя и вошел в руководящие органы. По окончании Второй мировой войны Рузи Назар оказался в западной зоне оккупации, был замечен спецслужбами США и перебрался на новое место жительства. В середине 50-х годов он был направлен в Турцию, и вот в Турции, как представитель ЦРУ, он в тесном контакте находился с Туркешем и помогал ему в создании партии национального действия, в создании боевого крыла «Серые волки». Впрочем, не только Рузи Назара, но почти всех выходцев из туркестанского региона СС ЦРУ с легкостью приняло на службу. Еще только возводились виселицы для нацистских преступников, а западные спецслужбы уже лепили новую фашистскую организацию, похожую на партию, приведшую к власти Гиппера. Идеологию нацизма Нюрнбергский процесс назвал главной причиной Второй мировой войны. Теперь ее взяли на вооружение Янычара ЦРУ. Получается, что мы стоим на пороге Третьей мировой. Похоже, в истории уже было, как только рухнула советская держава. «Серые волки» устремились на Кавказ. Анкара всегда поддерживала сепаратизм горских народов, а когда вспыхнул армян-азербайджанский конфликт, турецкие боевики приняли в нем самое активное участие. Одной из первых организаций, которая была создана в Азербайджане в те годы, это был филиал турецких серых волков «Босгурт», турецкая организация националистическая. И ее руководителем был одним из активистов, сначала Народного фронта, потом он стал позиционировать себя как лидер азербайджанских серых волков. Это был Искандер Гамидов, тогда президентом был Абульфас Алиев, известный больше по своему псевдониму Эль-Чебей. При нем министром внутренних дел Азербайджана был как раз Искандер Гамидов, то есть фактически официальный лидер азербайджанского отделения серых волков. Арсен Мелик Шахназаров в те годы работал на радио «Свобода» и часто вел репортажи из зоны Карабахского конфликта. Однажды в эфире он услышал турецкую речь и сильно удивился, откуда здесь турки. Но военные подтвердили, что на стороне азербайджанских вооруженных формирований воюют добровольцы из Турции. А позже ведущая турецкая газета «Милиет» открыто заявила, что организация «Баскуртлар» «Серые волки» официально отправила в Азербайджан 300 добровольцев для оказания помощи местным военным. Кроме турецких серых волков, в азербайджанской армии были инструкторы из турецких вооруженных сил, вполне официальные, которые тоже принимали участие в боевых действиях, и даже среди них тоже были жертвы. Кстати, по данным той же турецкой прессы, вот из тех инструкторов, из серых волков, которые приехали, 300 человек, более 20 погибли. Вот. Ну, их имена, конечно, не называются, но тем не менее. Турецкую военную помощь Азербайджану некоторые эксперты объясняют националистической солидарностью согласно формуле «два государства, одна нация». Но есть и другое мнение. Желание Анкары проникнуть на Кавказ связано не столько с идеями великого Турана, сколько со стремлением закрепиться на территории, богатой нефтью, что снимет зависимость Турции от импорта энергоносителей. Скорее всего, именно эта чисто экономическая заинтересованность вела турецкие спецслужбы сначала в сторону Баку, а потом, спустя несколько лет, в сторону Брозного. Турция активно поддерживала режим Дудаева, не только обучая его полевых командиров в диверсионной школе под Анкарой, но и отправляла к нему воевать наемников из числа тех же «серых волков». «Серые волки» участвовали и в первой, и второй чеченской кампании. Наши спецслужбы имеют неопровержимые доказательства, когда находили и турецкие паспорта у убитых. Были пленные, которые имели турецкие паспорта. Это паспорт гражданина Турции, погибшего в Аргунском ущелье Чечни. Он был в составе «Серых волков». Турецкие спецслужбы всегда поддерживали чеченских сепаратистов, принимая раненых маджахедов на лечение, курировали сбор и доставку пожертвований для боевиков Масхатова. Однако длилось это недолго. После того, как в 2003 году Эрдоган возглавил правительство, расходы на поддержку сепаратизма в Чечне резко сократились. В то же время значительно выросла активность турецких спецслужб и их американских кураторов в соседнем регионе — Крыму. Вот такое странное совпадение. В 2000 году крымские альпинисты, выйдя в горы, обнаружили, что со скал, где были оборудованы тренировочные маршруты, исчезли крепежные кольца, через которые пропускаются страховочные веревки. Большая часть уничтоженных трасс находилась в труднодоступных зонах предборья Ай-Петри рядом с Бахчисараем. Кто-то, обосновавшись на заросших лесом вершинах, очень боялся случайных свидетелей. Это были такие лагеря, палаточные, военного типа, расположенные в горах. То есть так, чтобы в глаза не бросались. Но, разумеется, сведомо все это происходило в тогдашней власти, поскольку те, кто случайно, такие как я, натыкались на них, обращались там во всякие органы, и те, разумеется, знали. Смотрите далее. Оружие и боеврипасы в мечетях и горных тайниках. Кого готовили на секретных тренировочных базах в Крыму? Кому выгодно сегодня создание крымско-татарской автономии на территории Украины? Кому понадобилась тайна от всех тренироваться в труднодоступных крымских горах? Юрий Круглов никогда бы не догадался, пока однажды сам случайно не вышел на такой лагерь. Лагерь также позиционировался, как скаутский. Ну, по факту там готовились люди, которые потом участвовали в военных действиях в Чечне. И люди, которых там, ну, я видел, ну, они, скажем так, не местные. Причем не местные были и их инструкторы, и не местные были сами участники. То есть там были люди с Западной Украины, которые, в принципе, разговаривали на таком языке, на котором сразу чувствуется, что это даже и не украинский. Ну, и плюс там были всякие бородатые такие лица, которые потом мелькали на экранах телевизора. Ну, я имею в виду такие же. Вот. Как их потом называли там? Ваххабиты и так далее. Как потом выяснилось, это был секретный лагерь воинов ислама. По одним данным, там располагался крымский филиал серых волков. По другим – тренировочная база экстремистской организации «Хизбут-Тахрир», легально действовавшая на Украине. И те, и другие, по мнению экспертов, были тесно связаны с турецкими спецслужбами. Впрочем, местную власть это обстоятельство нисколько не беспокоило, скорее, даже устраивало. Причина очень проста. Ну, во-первых, рымско-татарские националисты поддержали обе цветные революции в Украине. И оранжевую цветную революцию, и так называемый Евромайдан. Именно поэтому Ющенко всячески и вооружал их, и помогал им развивать бизнес в Крыму. Вот, и помогал им проникнуть во власть. Вот, и всячески содействовал тому, чтобы крымско-татарские националисты перешли к формированию собственной боевой силы, которую Ющенко считал всегда будет в его распоряжении. Кто проходил подготовку в этих секретных лагерях? Как они туда попадали и куда потом отправлялись? Оказывается, до присоединения Крыма к России полуостров был главным поставщиком пушечного мяса «Исламскому государству» — террористической организации, созданной ЦРУ для дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. По данным агентства «Кавказ-Центр», на стороне сирийской оппозиции в составе бригады «Катаиб Мухаджирин» воевал целый отряд наемников из числа радикально настроенных крымских татар. Вот удостоверение одного из них. 20-летний Абдулла Джепаров был активистом партии «Хизбут Тахрир», ячейки которой действовали по всей территории полуострова. В 2012 году Абдулла и еще несколько жителей Крымского Белогорска уехали в Турцию якобы на заработки. А вскоре его родители получили телеграмму о гибели сына. Он воевал в Сирии на стороне «Исламского государства». Я с его отцом непосредственно был знаком и не знаком сейчас в более хороших, нормальных отношениях. А с его сыновьями и племянником был косвенно знаком, но узнал, что такие ребята есть, существуют у нас в районе Сарасо. Также я знал о том, что непосредственно сын старший был погиб в Сирии. И племянник воевал, который тоже, который по второму пропал. Судьба племянника старшего Джепарова остается неясной до сих пор. Зато достоверно известно, что военную подготовку вместе с Абдуллой они получили в одном из тренировочных лагерей в Крымских горах. Спрашивается, куда смотрела служба безопасности Украины? В украинском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за вербовку и подготовку людей для участия в боевых действиях на территории другого государства. Однако в Крыму никто за это не был ни осужден, ни хотя бы задержан. Похоже, руководство Украины намеренно проявляло безучастность к существованию секретных лагерей исламистов на полуострове. Крымско-татарские националисты все как один поддержали государственный переворот, который произошел в конце 2013-го, начале 2014-го года. И это снова была бы та боевая сила, на которую новый режим очень планировал опереться. И сверху над этой игрой украинских политиков находились, конечно, турецкие спецслужбы, которые эту игру разгадали, они ее щелкнули на раз. И сообразили о том, что в целом, если управлять этой игрой, эта игра приведет к тому, что крымские националисты захватят власть в Крыму, подавят там всех, и не только русскоязычных, но и украиноязычных, и Крым преподнесут на блюдочке Турецкой Республики. Сейчас уже известно, что в феврале 2014-го года, в самые драматические дни политического кризиса на Украине, Меджли сготовил в Крыму силовую акцию против тех, кто отказался подчиняться Киеву. Один из активистов Крымской весны, Васвий Абдураимов, уверен, что это был ключевой этап операции западных спецслужб по захвату полуострова руками крымско-татарских националистов. Он хорошо помнит, как радикалы движения «Хизбут-Тахрир» во время митинга в Симферополе кричали, что устроят всем джекам. Они где-то с декабря стали выходить на совместные митинги, на совместные акции, чего до этого момента не наблюдалось. Крым привлекал к себе пристанное внимание всех ведущих спецслужб, прежде всего американских, конечно же, которые лелеяли в надежде, так сказать, спровоцировать прямые столкновения между крымскими татарами и русскими, с тем, чтобы это была кровавая баня. И тогда уже как бы есть основания, повод введения по просьбе, опять же, украинского государства, миротворческих структур в Крым. А мы знаем, что это за миротворцы. И вот таким образом такой сценарий, по крайней мере, разрабатывался и реализовывался через спецслужбу Украины. Участником части которого плана был структурный кружок Меджлис. Планы по созданию суверенного государства, лидеры Меджлиса и их западные кураторы вынашивали давно, ориентируясь на косовский сценарий. Сначала строили мечети, потом создавали параллельные структуры власти, внедряя своих людей в административные органы. Позже появились и боевики, подготовкой которых занималась молодежная организация «Адалат» – филиал турецких серых волков. Но сигналы о том, что под видом стройматериалов в крымские горы завозят оружие и боеприпасы, в Киеве не вызывали тревоги. Позже, когда Крым вернется в Россию, в мечетях и горных тайниках будет изъято большое количество стрелкового оружия и патронов. Тот объем оружия и боеприпасы, который был там складирован, он указывал прямо на то, что эта операция готовилась задолго до начала крымской весны. Это оружие проникало на протяжении двух-трех лет, а может быть даже четырех мелкими партиями и складировалось именно в мечетях. Почему? Ну, во-первых, значительная часть мечетей, которая была возведена в последнее время в Крыму, последние 20 лет независимости, они возводились именно на турецкие деньги. Это была территория, которая была подконтрольна турецким властям и, возможно, турецким спецслужбам. Турецкие спецслужбы ждали удобного момента, когда на Украине наступит очередной политический кризис, чтобы привести к власти в Крыму своих радикальных ставленников из крымско-татарского Меджлиса и объявить полуостров суверенной территорией Великого Турана. Но эти планы были сорваны воссоединением полуострова с Россией. Турция в отношении Крыма готовила турецкую весну. И русская весна, крымская весна, опередила турецкую весну буквально на несколько месяцев. Только благодаря этому серые волки не получили тренировочные базы в Крыму. А этот плацдарм был бы для них идеален. Крым находится вне зоны внимания, в первую очередь тех европейских специальных служб, которые ищут террористов и диверсантов по всему миру. И я убежден в том, что большая часть этих баз находится именно на территории Турции. Потому что организация «Серые волки» очень давно превратилась в зонтичную организацию для турецких спецслужб. На Крым они всегда претендовали. Для них есть секрет, что они стремились к демографическому изменению в Крыму. И в 1925-1927 годах, к каким-то тем годам, 30-м, планировали, чтобы Крым войдет в состав нового и неосмонитского государства Турции. И так далее. Поэтому они поддерживали тех сил, которые они могли поддерживать в бизнесе и так далее, которые ориентированы были на них. И, конечно, возвращение Крыма в состав России для них пренеприятнейшееся известно. Но турецкие спецслужбы, которых опередили в Крыму вежливые люди, приготовили еще один козырь. Это проект указа Петра Порошенко о ликвидации Херсонской области и создании на ее территории крымско-татарской автономии со столицей под названием Хангирей. Он появился на сайте группы анонимных хакеров «Киберберкут», которым удалось взломать сервер администрации украинского президента. Из этого документа следует, что глава Украины решил не просто поменять название области, а безвозмездно передать земли Херсонщины чужестранцам, переселенцам из Турции и Средней Азии. Это семьи крымских татар и турок-месхетинцев, общим числом почти миллион человек. Несложно догадаться, что Порошенко решил отрезать от своей страны кусок территории и подарить его туркам, поскольку отбить Крым у России ему самому не удастся. В Украине, в которой 25 лет больше жили крымские татары, сегодня не нужны. Но это разменная монета, как говорят, политическая. Американцам сегодня этот разыгрывать другого пути нет, а только на крымсо-татарском вопросе, понимаете. Это принцип того сценария, они хотят сделать, как в Югославии было. Вот коренной народ, татары просят, Ильичу автономию дать, затребовали. Я вот этот глубокий смысл ихней работы в этом вижу. Но у них, я думаю, ничего не получится. Смотрите далее. Кто и зачем на самом деле инициировал энергоблокаду Крыма? Почему власти Украины не замечают исламистов в собственном государстве? Управляемый хаос в Европе. Кто автор этого сценария? И когда он будет разыгран? Все понимают, что лидеры Меджлиса при поддержке Анкары собираются строить свое Херсонское Косово в расчете на то, что когда-нибудь американцы откроют здесь военную базу и возьмут их под защиту. А пока в этих местах разбили лагерь боевики добровольческого батальона Ленура Ислямова, в составе которого есть и Серые Волки. Если кто не знает, Ислямов – это тот, кто устроил жителям Крыма сначала продуктовую, а потом энергоблокаду. Правда, эксперты считают, что вряд ли он мог сам до такого додуматься. Там не было турецких диверсантов, которые были исполнительны. Всю грязную работу сделали крымско-татарские националисты. Но, тем не менее, сам план был разработан явно не им. Потому что хорошо известны, начиная с 90-х годов, очень тесные связи между лидерами Меджлиса крымско-татарского народа, между лидерами крымско-татарского Курултая с турецкими спецлужбами. Стоит ли удивляться тому, что лидеры самопровозглашенного Меджлиса всегда были проводниками политики Турции? Когда украинский парламент решил признать геноцид армян в Османской империи, единственным депутатом Рады, который яростно этому сопротивлялся, оказался Мустафа Аджимилев. Он вел себя так, словно был депутатом не украинского, а турецкого парламента. Когда СБУ заподозрила политика в сотрудничестве с западными спецслужбами, а Порошенко на это не отреагировал, в интернете появились сканы донесений о том, что Джимилев является платным агентом турецкой национальной разведки. Финансирование лидера Меджлиса шло по линии ТИКа, турецкого агентства сотрудничества и развития, которое с 2008 по 2012 годы перевело Джимилеву более трех миллионов долларов. Турецкие спецслужбы будут прямо или костно способствовать подрывной деятельности в Крыму тех или иных групп населения. Джимилев и прочие, они же лауреаты всяких премий, награждены турецкими орденами. Ну, какие еще нужны доказательства для того, чтобы убедиться в их исключительно дружеских отношениях с Турцией? Ну, а где есть государство или доля государства? Там и спецслужбы. Все неразрывно в одном клубке и неотделимо. Когда в Крыму начались задержания активистов, запрещенной в России организацией Хизбут Тахрир, Украина сразу приютила у себя более 10 тысяч радикальных исламистов. Кто-то из них уже поучаствовал в блокаде полуострова, кто-то вошел в состав крымско-татарского батальона, сформированного Ленуром Ислямовым, на турецкие деньги. Точнее, не деньги, а в виде имущества и разного снаряжения от Министерства обороны в Турции. И там, насколько я понимаю, развернута какая-то часть уже, которая готова к диверсионной деятельности на территории Крыма, тоже на территории Херсонской области, на границе с Крымом. Турки открыто это поддерживают и особо не скрывают. Чтобы переселить в Херсонскую область 700 тысяч беженцев, потребуются немалые средства, которых ни у Анкары, ни у Киева нет. Порошенко рассчитывал получить их от Евросоюза, но там хранят молчание. Интересно, слышат ли в Европе, как в соседней с Крымом области янычары Великого Турана точат свои кинжалы. Мое твердое мнение, никакой автономии там оно не может быть, потому что народ живет в Крыму. И мы, крымские татары, которые живут там, они тоже каждый мечтает вернуться в Крым когда-то. То, что Мустафа Джемилев и Ленур Ислямов об этом говорят, да, первое время, когда они только появились, два года тому назад, они собирали мечети Крымских татар, были угрозы, пугали, заставляли людей дежурить, ездить. Постепенно все это отошло. Люди не подчинились. Впрочем, сегодня никто не сомневается, что растущая активность серых волков под Херсоном – очередной сценарий, написанный в ЦРУ. Сеть «Гладио» разоблачена, но ее создатели, похоже, не сидят без тела. Они знают, как с помощью стратегии управляемого хаоса можно разрушить государство изнутри. И речь идет не только о государстве Порошенко. Если Херсонская область получит статус крымско-татарской автономии, Украина рискует превратиться в плацдарм для джихада в Европе. И это будет гораздо страшнее того, что происходит сейчас в Сирии. Сирии.